Джани Радари Стряпать, убирать комнаты, стирать и гладить белье Представьте себе, он сам водил машину Кроме того, ходил в магазины за покупками Печатал на машинке письма профессора Словом, Катерина был совершенным механизмом И как все механизмы, Катерина не испытывал потребности во сне Ночью, когда семья Корти отдыхала Он еще раз утюжил брюки профессора Или вязал кофту До сеньора Корти Закончив дела, он усаживался за кухонный стол И решал очередной кроссворд И вот однажды, когда Катерина мучительно вспоминал название реки Из пятнадцати букв Он услышал из детской негромкий свист И посапывание А Катерина и раньше слышал подобные звуки А зачем, собственно, люди спят? И что они при этом испытывают? Он встал из-за стола И на цыпочках отправился в детскую Катерина долго всматривался в лица спящих детей Лучила улыбалась Наверное, она видит во сне что-то приятное Но что можно увидеть? Хе-хе Закрытыми глазами Робот вернулся в гостиную и задумался Попробую-ка И я заснуть Роботы существуют уже очень давно Но до сих пор никому не пришла в голову столь дерзкая мысль Ведь сон Принадлежность только живых существ Катерина давно обратила внимание Что, ложась спать, хозяева первым делом закрывали глаза Он попытался последовать их примеру Но, увы, его глаза не закрывались По той простой причине, что у него не было век Тогда Катерина вырезал два картонных кружочка Прикрепил их над глазами И снова развалился в кресле Лежать с закрытыми глазами оказалось очень утомительно К тому же он не видел ничего такого Что заставило бы его улыбнуться Хе, одна тьма и ничего больше Но Катерина не пал духом Он решил усилить наблюдение Он заметил, например, что сразу же после еды Профессор удобно устраивался в своем старом кресле С газетой в руках С минуты он рассеянно перелистывал страницы Но вот веки его смеживались Газета упала на пол И Катерина вновь услышал знакомые звуки Робот с трудом дождался ночи И едва все улеглись Сел в кресло и принялся читать газету Он прочел ее от первой до последней строчки Но сон не приходил. Однажды Катерина услышал, как сеньора Луиза сказала мужу. Вчера вечером опять не могла заснуть. Пришлось считать овец. Знаешь, сколько я насчитала? Тысяча пятьсот двадцать восемь. Ага. После долгих колебаний Катерина обратился к Роланду. А скажи, милый мальчик, почему вы считаете овец, когда хотите заснуть? И как это делается? Все очень просто. Закрой глаза и вообрази, будто перед тобой овцы. Ответил Роланду. Потом, представь себе ограду, и вообрази, будто овца должна через нее прыгнуть. А потом считай. Одна, две, три. И так пока не заснешь. Когда настала ночь, Катерина поудобнее уселся в кресло, прикрыл глаза газетой и попытался увидеть овцу. Вначале он увидел лишь белое облако с размытыми краями. Потом у облачка выросли ноги, а чуть позже хвост, и оно превратилось в настоящую овцу. А хуже обстояло дело с изгородью. Дело в том, что Катерина никогда не был в деревне и не представлял себе, что это такое. Он решил заменить изгородь стулом. «Ну, прыгай!» Приказал он овце. Овца перепрыгнула через стул и исчезла. Катерина попытался представить себе вторую овцу, но на этот раз у него ничего не получилось. «Но не все сразу, Катерина!» Утешал он себя. «Не теряй веру в успех! Завтра овец будет две, послезавтра три, потом четыре». Через три месяца Катерина уже насчитал сто овец, прыгающих через стул. Сто первую он не увидел, потому что заснул. Он даже увидел сон, будто бы профессор Корти чистит ему ботинки и завязывает галстук. А на другой стороне улицы жил профессор Тиболло. Однажды ночью он проснулся от жажды и отправился на кухню выпить стакан воды. По привычке он взглянул в окно, а нужно отметить, что окна профессора Корти были как раз напротив. И что же увидел изумленный профессор Тиболло? Он увидел, что робот Катерина крепко спит. И на его металлическом лице играет легкая улыбка. «Это невероятно! Робот спит!» Профессор Тиболло открыл окно и закричал. «Тревога!» «Тревога!» В каждом доме с треском распахивались окна и двери. На балконы выбегали люди в ночных рубашках и пижамах. Профессор Корти и его жена проснулись от шума. «И что случилось?» «Неужели землетрясение?» «Хуже!» Ответил Тиболло. «Загляните в свою гостиную!» Супруги Корти в ужасе уставились на спящего робота. «Катерина!» «Я так доверял тебе!» «Молотком его нужно!» «Молотком!» «Вот сейчас я тебя стукну хорошенько!» Профессор поднял молоток и занес его над роботом. «Осторожнее!» взмолила синьора Луиза. «Вспомни, во сколько он нам обошелся!» «Ведь мы до сих пор не внесли последний взнос!» «Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум!» Четко прозвучало в ночной тишине. Катерина вскочил и тут же понял, что чуть ли не полгорода следила за его пробуждением. «Я спал? Неужели я спал?» Сразу же примчалась кем-то предупрежденная полиция. На Катерину надели стальные наручники, хотя он и не думал сопротивляться. Беднягу привезли в суд и приговорили к двум неделям тюрьмы. Судья посоветовал полиции не разглашать неприятные истории. Не хватало, чтобы еще об этом пронюхали журналисты. Ни одна газета не сообщила читателям о преступлении робота. Однако сцену пробуждения Катерино видели не только люди, но и домашние роботы. В четверг, когда все роботы свободны от работы и собираются в городском парке, Терезио, робот-профессора Тиболлы, находившийся ближе всех к месту происшествия, подробно рассказал друзьям о невероятном событии. Роботы с величайшим волнением слушали его рассказ. В их электронном мозгу мелькнула мысль, а ведь и мы можем заснуть. Главное, понять систему подготовки и воссоздания сна. Но об этом знал только Катерино, а он сидел в тюрьме. Значит, надо ждать, когда он выйдет из оточения и откроет им секрет. Но это было бы недостойно роботов совершенным электронным мозгом. Выход нашел Терезио. Он знал, что Катерино дружит с детьми профессора Корти. Орланду рассказал безутайки. Катерино удалось посчитать овец, прыгавших через изгородь. В ту же ночь Терезио попытался повторить эксперимент Катерино. И, представьте себе, добился успеха. Три ночи спустя жители Рима были разбужены необычайной музыкой. Тысячи роботов спали и мелодично посвистывали во сне. Полиция растерялась. Но не могла же она арестовать всех роботов Рима. Не забывайте, что тюрьма это не склад металлолома, заявил начальник полиции. Судья, который приговорил Катерину к двум неделям тюрьмы, подумал и посоветовал властям. Надо как-то договориться с роботами. Но как это сделать? Да, пожалуй, ничего другого и не оставалось. Когда Катерина вышла из тюрьмы, его встречали десятки. Нет-нет, сотни тысяч роботов с дружными криками. Ура! Роботы прошлись по улицам Рима. И надо сказать, не злобливые римляне забыв о своей досаде, дружно хлоплить им в ладоши.